ну около часика можно потратить на эту хуйню все от вас зависит вообще босс очень простой вот эту хуйню просто каждую хуйню что вас убивает вы должны понимать вы должны четко знать что вас убьет если это кольцо взрывающиеся но там три секунды лежит на полу вы его должны первое вовремя заметить за вас это никто не сделает ну за вас тут за ручку 25 человек невозможно проводить ну в этом моя сложность босса каждому персонально не получится сказать если у вас не получается эта хуйня вы будете по кд падать но просто мы не убьем ну я сейчас посмотрю 3 4 5 трав кто будет падать посмотрим может быть забьем хуй на этого босса до тех пор пока но не будете получше играть то есть все от вас зависит каждая вот эта смерть это ну ну можно без смерти этого босса убивать вар просится это которая чили стоит в танк чтобы массы в был кого это никакой интерворд да ну блять по сейф тут в принципе поху ладно спекайся в танк когда будешь стоять ну массовь знаешь на чё сдавай ну допустим когда под миликами фиолетовая залупа появится дай потому что на всякий случай не у всех типа есть это как она реакция там выбежать и вдруг кого-то спасет эта хуйня там их не шутник допустим двойной урон вот вот и там имя имен бегу смотрите просто внимательно босс вообще несложные несколько там из рельсов этих пережить 2 3 рельса пережить и все и босс там уже будет добиваться обратите просто внимание не на дпс не на какую-то хуйню а нас на свое бегание вот это вот просто кому стоять надо те стойте когда бегать надо то как в случае когда надо либо сбежаться поделить метку либо выбежать с кольца либо перебежать из луча в луч и все пизда остальное время вы стоите дамажите милики то же самое вас посложнее вам надо постоянно бегать вот и на максимальном ржи от собаки на максимальном ржи значит первая полоса поближе вот к центру стоят хилы чтобы они доставали танка потому что я буду к стене подходить на самом максимальном ржи бьют рдд старайтесь за спинами силов вот и отбегайте соответственно не друг на друга там в общем сейчас по учитесь ничего сложного нету баблы тоже самое там все это на свое усмотрение там отдавать равни кровисты стались ну давай уже на следующий трайд дадим сейчас есть и убьем то и рыбы не надо жариста нету писал что-то нету а в дисси он там нет не видать его одессе вылетел все тогда без него пыльнем ратник готов и топа да написал ворду спал пункт наверно рависта вырубился свет говорит да этот самый давай кто там бургер давай давай ты будешь вместо рвиста бегать все посмотрим на кого чё повешается давай ты чё был в чём танки тоже сюда на сторону этого тем лить колбы даже и местью так на бисере в принципе на тех 12 нормально 1 2 все вторая пати идите туда тот уголок там чиньте пятером кстати давайте геру подамажим спа в конце вот зеленая хуйня на рдд да смотрим 3 тела сдохла нет два тела вот песса и давай делим вот эту фиолетовую сам 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 так и на мне еще фиолетовая залупа появилась скоро будет эти вагоны блять вот шквальная параша блять обстрел вот с одной вышли в другую зашли конфликт кто-то словил интересно кто ну делить вдвоем не вне вариант надо втроем делить он зеленые метки смотри либо сдохнут и они сдохли и и эти сразу гейзеры если типа у челика зеленой меткой есть возможность как она называется блять тучку дать там еще которых у него это надо в одного делать если нету возможности наделить все рдд мертвые блять дохуёво уже и смысла нету шли заново половина чисто на гейзеров дохнута я еще не понимаю как это можно но не успевают выбежать просто они кучкуется все рядом никто рэнджу не держит и стоят делали не столько в рэнджи надо чтобы было место либо вперед либо назад выбежать из гейзера выбережать несложно просто они начинают они начинают бежать уже в тот момент когда гейзер взрывается просто там три секунды слишком мало для людей не успевают это надо ждать и начать до изначально надо стать так чтобы гейзер не задевал соседний гейзер но не просто поездом ловит другой конфликт противоположный цвет пользы там от этого уже взорвался гейзеров многонародную гейзеры метки гейзеры и метки надо вот эту хуйню выживать поезд он простой не друг с другом раньше не нарушать вы не кучкуйтесь разойдитесь немножко раньше возьмите ладно давай рддшников тоже расставим будут 5 рддшников допустим лить спула давай посмотрим кто там самые сильные ну допустим имя имен вместо этого мага вадикон вместо келье и сюда третью party 3 party вы все начинаете в треугольнике а 4 party вы также как штрафники со второй party уйдут туда другую сторону и не будете мешать им нарушать рейндж там возле вокруг креста будете набирать рейндж вот эти 3 party это где это милики 3 party это рдд вы начинаете с треугольника а 4 party hunt world килия рависта моффнутый вар вы стоите в этой как он называется блять в кресте блять как штрафники короче как и 2 party в квадрате силы и короче для вас метки давайте сделаем для хилов метки чтобы их никто не нарушал у нас всего три хила которые зелеными метками так и у меня звездочка так допустим на вен ты будешь занимать вокруг этих меток такая на вен ты будешь занимать вот эту позицию на решетке вот эти метки три сейчас я поставлю от них держать рейндж максимальный это будет три силах надо просто поставить шахматном порядке смотрел тот на углу первую пошел короче блять спокойно я еще раз говорю вы набираете рейдж от трех меток силов чтобы им было куда выбегать фиолетовые вы не заходите в зону вот эти значит чё момент будешь звездочка значит холи присты будешь луна и ршам ты будешь черепок вот вот эти метки rdd не с креста не с треугольника вы не нарушаете встаете где угодно блять но за ту сторону решетки за звезду дальше туда к не переходим потому что там фиолетовые метки дальше пять челиков в треугольнике с пула набираете рейдж один за звездой вот здесь один вот здесь в углу один немножко вперед вот один немножко еще там подальше набирать и рейд чтобы вам было просто выбежать это третья party здесь играет 4 party вы после того как получите зеленую метку убегаете в крест тоже там побьете 10 секунд вторая party уже знают силы бисер синтек знают что делать так синтек с бисером вот на вас еще метка имейте ввиду на на кресте и на треугольнике бисер и синтек это люди с фиолетовой меткой то есть люди зеленой меткой когда будут они к вам бежать они там будет прыгать бегать постоянно смотрите что вокруг происходит не получите урон противоположный от них иначе получится конфликт и мы сдохнем так попробуем всех расставил по зонам теперь не должно быть никакой залупы надо выбегать из гейзеров сбегаться с меткой и пиздец рарник и виллаша миссис пула будет вздыхать по пять человек с первых гейзеров то бить этого босса смысла нет рарник рарника нету он прыгает бак четвертая party так даю таймер давайте сразу геру там 10 секунд побьют все убегайте милики и четвертая party там убегать смотрим сейчас пока пульсация только идет потом что-то будет либо гейзеры фиолетовые либо гейзеры зеленые смотрите внимательно вот фиолетовые гейзеры просто с них вот так об 0 урона блять но сдох топа 1 дальше бьем все нормально вот это уже получше результат сейчас будет либо зеленые гейзеры либо это сейчас у зеленых что-то должно быть по любому кажется и чародейский обстрел шквальный вот смотрите на полу параша появилась сначала на чистый встаем потом на прошедший пояс встаем все словил конфликт стефи и виллаша словил зеленый луч до рейд прохилили нормально дальше бьем не ловите эту залупу на луче это самая параша что можно это самое внимательно смотрите вот уже лучше стали играть теперь хорошая расстановка скоро появились метки зеленые на людях просто сбегитесь в эту метку поделить урон иначе люди сдохнут вот если лужи вышли и дальше продолжаем бить там кто-то сдох вот кейзеры на меликах в края пати два тела сдохли ничего страшного дальше продолжаем если это лужа на мне стаки последние пропадут я пробегу еще так еще пройду ну короче в том же духе сейчас по одному по два тела будет вздыхать то можно добить принципе на это стан получил зеленые гейзеры как удобно выходить принципе ничего сложного нету все бьем дальше еще будет скоро обстрел эти лазеры 5 вот шквальный обстрел смотрите на пол внимательно там фиолетовая метка сюда он не зыбку выйдем с на пустую ходил это прошла вы на другую вздыхаете от лучей я понял 1 со свято со захильте там подыхают уже хилы много сдохли хилов ну принципе почти то что надо только вот блять слишком тяжело это всем было бы больше дпс а может быть и меньше хп босса вставляли к этому времени у нас дпс не так дохуя убежали зеленые людям просто похуй ты все нет и посидел если вы две зеленые сносите тоже 140 тысяч там уже никак не вижу не но если похуй типа ну просто тут ничего делать на этом больше надо блять по идее можно спула бить только надо убегать заранее то есть там убежал эта хуйня фиолетовая прошла прибежал там 10 секунд побил но это касается от милика в которой вторая пати штрафники и то же самое с рддшниками короче не знаю битрать еще эту хуйню или нет вижу потом как-нибудь да давай потравим даже лучше да конечно потом опять людей учить сейчас будут просто у кого есть вопросы не стесняйтесь задавайте а вот смотри типа сверху метки до когда-то сбежать именно там зеленую уже чаще вижу стир туда там любые три сбегаются битре определенно сбегаются любые люди все кто рядом если если вы не понимаете что одна метка над головой одного человека это 70 тысяч урона 8 метров вокруг него когда заканчивается дебаф если вы думаете что надо снести 3 метки то вы получите не 70 210 тысяч урона на всех кто там в эту площадь сбежался вот если допустим на мне кружок и я подбежал к другой метки звезда это две зеленые метки мы просто получим 140 тысяч урона и оба сдохнем нас никто не спасет надо делить с теми на ком нет меток но вот на мне метка я подбежал к челикам у которых нет метка их тут три человека допустим взорвал мы вышли служи выжили все вот эта хуйня это метки они фиолетовые они зеленые бывают уже появилась вы с нее вышли дальше играем а если две метки сбегутся двойной урон я же говорю 70000 от 1 70000 другой и 140 тысяч white насколько человек мы должны сбежаться до получается 62 с метками 4 без метки либо зеленая метка бегаешь у тебя настакивается хуйня ты блять и постанешься вот мне нужно меньше бегать то есть это все нужно делать четко максимально милики они как ебанутые брыгай прыгают бегают а вам наоборот то зеленой меткой вы должны минимум движений максимум эффективности то есть появился лучше ты выпрыгнул этот самый прошел ты запрыгнул обратно блять все пизда потом стоишь метка появилась прибежал то есть бегать надо не дольше секунды двух секунд все дальше стоишь это уже как ротация так а сало чего кидается сало там этот босс кастует касс но там полсекунды идет об успеешь какой-то который когда ты и если в это время кастуешь он тебе сбивает школу или школу или заклинание не знаю школу наверно сбивает дает сало там но это не парься воющие тени воющие тени те готовы были поставьте стол стол поставьте пожалуйста и 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 без gear давайте давайте это не поможет конечно ну скоро что-то будет там какой-то ли у нас фиолетовый или у них зеленые кольца смотрите ждите каждую секунду что меняется вот зеленый видите они вышли то не вышелся сдох до милика мне объяснил бургер и по не понимаешь дать чего ты сдох босс как гаганаш первый босс такая же хуйня только белым крутится ты вот не отбегаешь от босса на 15 метров и вздыхаешь так но я смотрю там рдд какую-то метку поделили уже хорошо вот шквальный обстрел и одновременно эти кольца так еще у нас получается первой party лежат звук для рарник бургер топа во второй лежит круто получается чё но активация скверно это вот эти метки вешать вон на призы на повешалась ой так кольца вроде выходите вроде нормально все главное чтоб силы и живые были танка за гулять поисков контакте не пиздец к похуй так прохожу немножко пока рдд живые все есть еще возможность вот все все просто милики сдохли разом это были просто гейзер вы подохли просто лучи смотрим появились лучи вышли вот конфликт словил имя имен словил противоположный луч наверно да или кому-то подошел с другим цветом можно можно ложиться как круто я вас всех убил наверно еще убежать и убежать с босса так вот на да не легко сказать гп и башить ну типа если хотите блять надо отдельный день выбрать какой-то давайте давайте еще трой еще трой наверное этой хуйни посмотрим как этот трой если будет лучше может еще трой дадим надо в десятке просто то надо чтобы все кто в рейде был что все десятку проходили раз по десять вот через полгода встретимся опять здесь может быть потроим короче 1 2 3 час зависимости от того как дохнуть будет из пула и пойдем гэм хэм закрывать печеньки полтайм хотя бы а рыбку сейчас я дам это у меня есть блять и в банке на час так они рыбки тут нету где рыбка равни кисти рыбка не нет у кого рыбка есть блять надо сделать пришлите эту как она называется вот этот ракушечный под каменщик вот эту залупу всю ледяной лосось медуза по по 200 на почту сделаю потом она похуй на эту рыбу один хуйни нет рыбы вайпнемся рыба не поможет на этом боссе надо скрафтить сегодня или завтра скрафчу гелик целка завтра в геру кто пойдет ссылка надеюсь кто-то еще посильнее зайдет попробуем геру собрать а там и сразу сразу подписки побежать побежать а там посмотрим либо три дня в геру походим если на на леди будет смысл троить либо еще что-то сходим уже собаку можно будет прийти часа два на ней посидеть может пиво как как-нибудь сходим посмотрим посмотрим еще три дня будет тогда и отсчет давайте покажите всю свою внимательность только от вас тут все зависит я тут за вас ничего не заирали не смогу за вас все сделать вот сначала он кидает пульсацию для не останков очень вдоль вот после пульсации вот на зеленых она прошла сейчас будет какая-то другая параша вот видите кольца на вы просто с них вышли 0 урона лично я получил номер он все выжили это же вообще охуеть и это просто надо повторить раз десять и все ну а с метками немножко потяжелее надо просто смотреть на ком она есть на ком нет и кто с тобой рядом прожимки отдавать те же самые сейвы там пошла фиолетовая лужа на мне это означает скоро будет обстрел эти лучи ебаные будут я отдал панцирь смотрите обстрел вот зеленый луч появился с него вышли фиолетовый луч зашли на пустое место где был зеленый словил конфликт имя имен дц его захиливают рейд получает дамаг но при этом сдохли виктор какими а но имя имена захилили ничего продолжаем играть герои умирают ничего страшного обычный крестьянин становится рыцарем и побеждает собаку пожирателя магии да вот появились кольца на меликах посмотрим минус сколько будет минус 2 челика история и бургер ну видать в этот раз получилось не фартанула как говорится они старались старались победить собаку но не смогли ну а тем временем 58 процентов у босса шансы еще есть убить очень хорошие только надо никому не сдыхать всего лишь попробую дать незыбку вот допустим на эти зеленые кольца дам незыбку так это наверное помогло потому что никто не стоит бить невозможно просто миличникам для типа мы не можем нормально подойти с одной стороны стена с другой ртдшники выведем служу пожалуйста прям реально неудобно бить мне такс выбегаем случай забегаем где был зеленый конфликт словил интер world его хилят и рейд сдыхает в это время сдохли сдохли все ртдшники кстати там отметок по моему остались все блять все сдохли на типа есть еще вариант один ложитесь заходите противоположный свет есть еще вариант танчить в стене чтобы лужа вот это было в стене америке только жопе босса на сейчас попробую так может быть вам удобнее будет бить и разбегаться при этом он просто получается вначале нормально все удобно до первых уж то есть он когда еще стоит еще нормально то есть и начинающего ввести получается лицо перед тобой она стоит не в луже жопа в луже и убиток из одного бока из другого боку и когда получается от сокрушающего в бок некуда бежать потому что она стена и с другой стороны там уже ртдшники не там не там и когда появляются гейзеры просто ты все некуда тебе у тебя некуда мешать вот тут стоит выбор либо не бить и стоять где-то на рынке выносить там гейзеры метку да ну видишь гейзеры они у них нету таймера то есть я не знаю не рандомно появляются просто старайтесь меньше дпс там бить авто атака не знаю и ждать гейзер вот это гейзеры было бы удобно если бы семилики стояли в одной точке потом одновременно с его голи бы когда они появились бы все гейзеры в этой точке но это знают в одной точке себе нот именно влево-вправо в одном месте все туда-сюда бегали бы это никакой гарантии не даст что все синхронное плавание не получится но типа в теории возможно но блять это очень сложно реализовать но это от вас зависит и просто у этих гейзеров радиус и если кто-то правее левее будет да я бы скажу то получается один может блять в капкан другого просто в углу зажать и мы так и помираем в основном кто-то если рядом бегает и рандомно гейзеры появляется бывает я в углу зажмет три гейзера и все эти пизда но так смотрите вы когда бегаете вы оценивать обстановку куда вам отбежать поэтому поставили половину мильков в ту сторону в квадрат чтобы там они вам не мешали здесь капканы свои не ставили эти ну давай по-другому сейчас попробую держать босса посмотрим может вам удобнее будет так миликом ртд сразу имейте ввиду там силы вроде должны достать пол так даю таймер вам на чтоб попал мне доставал всю эпоху я короче минус только в том что я не вижу не хочу происходит это все уже ваша он подальше ты блять милик вот малифицист минус зукля минус вот сейчас будут эти лучи зато я них я не вижу у вас там как обычно примили к лежат перед д д лежат то есть но уже дпс на порядок меньше вот метки появились шипешник не сдыхает а нормально милики притом лежат так же как и на всех предыдущих края ничего не поменялось но так удобнее наверно да вам милики так было поудобно это не слишком близко стыж нет зато я тут пояс никогда не лутаю когда прячусь в стену еще плохо метка ну а типа когда меньше людей остается там на нас и дебаф стакается что на нас получаемый урон повышается это хуёво сложнее выживать ну соответственно людей меньше метки делить меньше людей все сложнее становится то есть и дпс нужен большой на этого босса что больше шансов было вот так что лежачие люди тут вообще то есть факт остается фактом при таком раскладе когда 15 человек лежат и он никак не убить все 20 ляма никто не убьет чудес не происходит никаких вещь так что может надо сюда просто посильнее дпс рвы приходить вот те два босса они заебись они продуманы так мы проходим вот этот босс он напряженный то есть если четко не делать прям заранее не знать всю эту хуйню может быть когда-нибудь чем поменяют я не знаю это хуйня все рандом на нахуй либо милика взрывает либо этих с метками тоже нахуй либо раз люди выживают потом вся эта хуйня одновременно с лучами и люди падают жизнь босс по факту на внимательность у берсы то нет нет еще не лутать и все днем на нем есть берса на нем есть берса если я не заметил ну ты стаки читал который на тебе вешаются ну получаем урон повышен блять это берса называется то есть вот допустим мы живые там 10 человек 12 да мы не убьем потому что на нас такается хуйня нас потом будет ну убивать вот эта хуйня все просто сдохнем мы не задамаживаем мы сейчас расстраиваем да не я ебал туханю пошли в этот на магика есть еще раз сюда пойдем есть тактика который я бы хотел попробовать да можно сейчас над